эй привет народ ну что у меня утро наступило а на самом деле то не утро я вообще в шоке 7.30 утра гляньте какая теме вообще еще и дождь идет в общем 7.30 утра народ нахожусь я в небраске в амахе только проснулся сейчас сделал чай гог завел барбосика и прогреваемся на улице так некомфортно немножко градусов 12 тепла идет дождь я почему-то думал что будет светло в такое время уже а на самом деле темно ну начнем значит видео с темноты так народ вчера как по последнему видео вы уже поняли что я был у миннесоте и взял груз на вегас вчера я проехал 300 миль практически там ну 300 миль грубо говоря значит едем мы с вами в красивые очень места они будут немножко не сегодня немножко завтра поэтому сегодня предстоит большой маршрут в тысячу в тысячу миль это 1600 километров я думаю у меня час часового пояса меняется еще в мою сторону и надо нам сегодня проехать тысячу миль будем ехать такими местами ювеской как бы через техас оклахому нью-мехико канзас кусочек наверное будем ехать туда и хочу поехать так как у меня есть время посмотреть достопримечательности небольшие какие небольшие у меня есть еще один груз на феникс аризону я вчера случайно взял и поэтому мы с вами двигаемся сегодня на феникс завтра с утра выгрузка там и у нас там прекрасная дорога должна быть прекрасная дорога я не знаю как бы если ничего не поменяется то поедем по там останется ехать 300 миль у нас будет целый день это пять часов дороги а целый день чем-то заниматься надо будет там достаточно тепло и поедем погуляем с вами через заповеднички днем если ничего конечно еще больше не возьму куда-нибудь на лос-анджелесе или еще что-то потому что в принципе времени у меня много ну как бы много не то чтобы много но достаточно нормально но сегодня трудовой день у меня завтра более расслабленный сегодня у нас уже среда вчера был вторник и доставка мне в феникс четверг а в пятницу доставка в вегас в вегас мы везем с вами выставку я не снимал там на феникс загрузили маленькую палетку какие-то я вам сниму когда будет выгружать вчера не было сил немножко подустал куча звонков куча всяких вопросов и немножко вчера уже не было сил снимать приехал сходил вот в душик на трак стапчики и все и забурился даже не ужинал ничего не готовил забурился спать где-то часов наверное в 11 я уже спал сейчас у меня вот пол восьмого я проснулся буквально полчаса назад сделал чайок себе и будем выезжать это одно единственное что темно потому что мне сейчас ну оно сейчас расцветет конечно я уже вижу так по чуть-чуть сейчас будет вставать солнышко но неожиданно мне казалось в 7.30 уже должно быть светло ну это говорит о том что зима на носу уже пора задуматься я вообще в шортах езжу вон в шортиках даже вчера как-то в миннесоте справился в шортиках ну на солнышке вчера тепло было очень ветрено вчера ветер мне выносил мозги я ехал до небраски вот я сейчас между амахой и линкольном стою на новом трак стапчике очень классный трак стап люблю его я здесь уже не первый раз и не первый раз с вами его снимаю это там где было видео где шумела дорога сзади я сегодня встал в другом месте отдохнул выспался на ура свежо было немножечко под утро включил печку протопил чисто минут на 20 потому что некомфортно стало в салоне плюс еще пошел дождь дождь у нас будет идти я думаю недолго сейчас посмотрю как раз вот о не долго долго еще будет у меня он где-то ну в общем будет миль миль 200 в общем километра 350 точно будет дождя ну ничего страшного будет то и будет что сделаешь все выдвигаемся народ на красивые места Америки поедем по трассе 66 знаменитой она же 40 точнее 66 идет параллельно да знаменитая а мы уходим на новую 40 по ней к сожалению ехать я не буду потому что очень долго будет этот процесс там очень маленькие спид лимиты это когда нибудь это когда нибудь чисто мы будет выходные какие нибудь возьмем груз и поедем по достопримечательностям 66 дороги потух свет на тракстапе народ полностью я сначала думал у меня что-то в машине потухло на улице потух свет почему-то выключили они его уже хотя еще темно странно ну то ладно нам что до того света так что народ выезжаем и двигаемся по направлению красоты такая вот отвратительная погода народ уже полдня этот дождь идет у меня уже полдвенадцатого дня а он все идет еще и ветер такой противный едем потихонечку сейчас уходим семидесятой трассы на юэсочку очередную и по ней нам тулить и тулить сторону дикого запада такое витрило что дворник на высокой скорости бьет аж об стойку е-мое чуть-чуть достает иногда ветер справа дует когда поднимаются сейчас мы съедем на эксите сонная погода осенняя хочется спать но спать некогда сегодня нужно ехать но поливает это такое целый день то идет то не идет то идет то не идет но я думаю сейчас еще где-то километров двести и будет у меня этот как его солнышко может солнышко не будет но дождь закончится ничего себе он иногда так прям бьет прям сдувает его что ли давайте включим медленнее а то его сдувает бедного уже пару раз такая ерунда была так нам судой не проехать бы так что-то я разогнался в таком разваленном состоянии двигаюсь колхозами снимать нечего друзья как видите одни поля луга и такие вот тракторцы вон стоят которые траву косят так по вот этой дороге нам ехать и ехать но по одностороночке вот может ветерок нам будет в спину немножко хотя бы чуть-чуть в правый угол все равно будет бить ухожу куда-то в небытие народ этой дорогой нужно ездить только днем потому что здесь вечером очень много животных о гляньте какое зеленое поле что это азимына чешется таки народище гляньте и здесь засели уже что ли уже снег скоро будет здесь так что-то я разогнался сильно здесь по-моему 65 там был спидлимин но будем ехать 74 75 немножко нарушая чтобы время тикало быстрее в колхозах будем сбрасывать до 50 коровки ходят гляньте нет ветер мне дует не в спину он мне дует в бочину все равно печалька ну да ладно что сделаешь там у меня дальше вообще очень сильный ветер даже предупреждение ветре пришло уже Техас Оклахома сейчас я еще в Канзасе еду чем ближе туда Техас Оклахома такая коварная дорожка вот сколько раз по ней ездил всегда здесь что-то происходит да ветерок поддувает нормально так ну ладно будем двигаться дальше друзья еще народ обед по расписанию в общем что за муха залетела как эту заразу теперь выгнать а это капец что обедаю вот супчик народ сейчас супчик поем и поеду на улице у меня штормовое предупреждение о сильном ветре в общем весело не снимаю вам потому что снимать нечего везде одни поля могу супчик заснять хороший супчик из брокколи люблю его с панера бред видите брокколи чеддер суп есть еще другой куриный но то будет завтра так что народ я обедаю он полицай приехал тоже пообедать не видно побежал точнее сейчас побежит он пошел в общем обедаю и выезжаем дальше едем рука уже болит руль держать настолько сильный ветер так дует на рот что просто просто жесть с правой стороны у меня руль на градусов 30 повернут наверное постоянно задолбал уже сейчас там дальше еще сильнее будет поэтому отобедываем и дальше в путь еще ехать ого-го еще 1300 километров где там 1200 на сегодня минуточку на сегодня а у меня уже 2 часа дня а как вам народ ветерок смотрите за рулем как блин а в этом боинг сажаю они жестяк даже траки сдувает я думаю вам слышно гляньте все летит с поля остатки кукурузы улетают такая вот погода здесь в Канзасе подъезжаем к Аклахоме Техас немножко кусочек зацепляю Аклахомы такое ветрило что траки сдувает особенно на встречу им еще сильнее потому что у меня немного он бьет там так бы сбоку в зад ну видите я как ловлю его и это я 110 еду а вы вы рассказываете там колеса там почему там проблемы вот почему у народ проблемы с колесами представляете какое сопротивление так что уже писал говорил что колеса по краям никакие там не надо ни шайбы ни гайки ничего там не надо менять тут хоть что меня и посмотрите как телепает дергает просто он смотрите трак как влево накренен навстречку пошел просто в Европе такого нет сейчас 70 где-то или не знаю где-то в Украине в России такой ветер зацепить это Казахстане нет ну там бывает может в каких-то пустырях где-то на каких-то дальних востоках такие ветра но гляньте как тракен все влево тупо наклонены немножко гляньте сколько классики едет Кеша бедный аж с волосы улетает на встрече такая вот погодка у нас поэтому дофения этот очкует что улетит я тоже хочу погнать сейчас такой будет удар ветра за ним смотрите сейчас он меня закроет опа тишина и бум вот так надо как-то вернуться вправо вот нашу резину так и убивает гляньте между прочим вот вы спрашиваю у многих ребят срабатывает тут эта система против бокового ветра удержания в линии смотрите сколько с вами разговариваю за сегодня еще ни разу не не сработало хотя ветер 38 где-то под 40 миль в час это 70 чем-то километров в час боковый ветер ну вот траки сдувает видите они боком едут я не знаю вам видно нет ну реально сдувает вот за это я обожаю эту машину heavy duty по американскому грубо говоря то что у меня широкие колеса и он тяжелый он себя ведет сейчас бы здесь 2 500 спринтер просто на нем быстрее 50 миль в час даже не поедешь там 80-70 его просто будет система выносить мозги это просто будет выносить сейчас немножко уйдем левее дорога уходит вон чуть-чуть будет лучше даже траки медленно едут их сдувает но я пока справляюсь куда это что они делают что происходит зерновоз что-то чудит конкретно сегодня их много кое-где кукурузу еще косят опасный маневр выглядывания сделал чувак спереди кто же так выглядывает на на целую машину е-мое гляньте какой витрила гляньте что они делают зерновоз теперь посредине едет здесь скоростной режим больше гляньте как несет пыль видите с поля как подымает вот такая вот непогодка сейчас опять мой фильтр будет засорять ну что ж такое гляньте как переметает лотает надо сбросить газ чтобы воздух не сосало пыль эту ой народ в общем двигаюсь дальше будем ловить барбосика по всей дороге продолжать уничтожать колеса ну а что делать надо ехать ехать еще 873 миль еще 1400 где-то километров наверное приблизительно не знаю сколько это километров ну сегодня еще хотя бы миль 600 с копейками проехать а завтра 200 майла уже добил ну посмотрим посмотрим что у меня приключение продолжается продолжаем двигаться уже ночь полночи ну как бы полдесятого почти вечера перекрыли трассу сороковку то есть 66 идиоты короче перекрыли две полосы делают мост трафик там часа три стоять я пытался объехать по старой 66 они гады ее тоже перекрыли в общем печалька сейчас мне надо было доехать по сороковой до не помню как городок маленький называется ну и там через заповедник буквально 170 миль и я бы был в фениксе срезать я планировал те 170 миль проехать завтра завтра днем но планы поменялись сейчас я объезжаю спускаю в сторону от Альбуркерки немножко вернулся здесь 25 майлов и объезжаю на сюда в сторону на низ короче на юг пошел в сторону Эльпаса в сторону Техаса и по прямой мне сейчас показывает навигатор 53 мили и потом мы с вами уходим на ювеску и по ней блин пилять 350 миль а почему блин потому что ночь на улице и много животных там я знаю эту хорошо дорогу она очень красивая но очень коварная поэтому мне нужно хотя бы половину ее сегодня проехать связи там нет нифига там нет в общем будем двигаться не получится у меня сегодня выспаться хорошо уже потерял полтора часа времени с этими всеми час точно покрутился пока часов 6 на сон будет я думаю так что двигаемся темно двигаемся снимать нечего пробежал олени по полю смотрите сколько их гляньте вот стоит побежал побежал вот так вот народ надо иметь смотрите он тоже бегает сейчас мы их поразгоняем гляньте целое стадо не видно наверное немножко они дальше сейчас мы их поймаем на горячем а ну-ка опа поеду а то еще прыгнут сейчас побежит побежит этот через дорогу где он есть вот бежит так вот народ я езжу тут по ночам проехал уже 300 километров еще ни одна машина не проехала лемень пикает я отстегнулся уже надоело блин здесь этих оленей просто жесть конечно камера не передает но я сейчас вижу перед собой где-то метров 300 очень так 200 хорошо не знаю почему камера не передает но не передает темень посреди где-то аризоны даже не знаю где где-то в заповеднике где-то в районе гранд каньона но не в районе гранд каньона но ниже гранд каньона самая страшная народ вот эти животные их не видно как бы их видно но они под люки бегают через этот и чуть-чуть вот тоже пожалуйста стоит справа есть такие большие с рогами они прыгают под люки на машинах но из-за того что у меня очень яркий сейчас свет я еду на дальнем все горит в общем все что можно все горит а из-за этого что-то какой-то щебенка летит дорога гравий из-за этого я их вижу вот вот этот LED бар на крыше вот таких вот местных на местных вот таких вот дорогах посреди Аризоны очень выручает очень классно видно реально он меня сейчас очень сильно выручает не знаю блин что-то здесь дорога какая-то щебенка летит с под колес ой народ еще 280 миль мне вот это такой фигней ехать но я оставлю на утро немножко сейчас хотя бы еще миль стоп проехать 160 150 километров спокойно доехать хотя бы до какого-нибудь колхоза чтобы остановиться переночевать потому что здесь я могу здесь конечно остановиться где угодно здесь очень много животных и на улице минус 2 градуса в пустыне луборяков в общем народ темно чуть-чуть не знаю вам захватил кадр животных большие они где-то метр 20 метра полтора высотой оленей очень большие есть с рогами такими где-то метров по не знаю по полтора реально рога на уровне со спринтером практически не дай бог все народ темно буду выключаться снимать нечего а то и так 4 минуты уже вам трендю доброе утро друзья оказалось здесь здесь совсем все по-другому 6 30 утра гляньте уже светло а в непраске 8 часов утра было темно почти вот вами разница дубарь правда здесь плюс 2 градуса ну красиво красиво вон там у нас сзади встает солнышко но здесь прикольно слушайте я вчера уже доехал ничего вам не снимал 1200 миль я за 18 с половиной часов вчера влупил давайте я так сяду очень в общем тяжелый кусочек попался мне вчера с этими ремонтами пришлось объезжать через вот эти заповедники столько этих животных ну не животных а оленей точнее животных других я не видел очень много так что-то стрёмно что они выбегут на дорогу в общем двигаемся на доставку феникс в 9 где-то 30 буду на выгрузке у меня до 10 нахожусь в заповеднике в каком-то даже не знаю в каком дизель здесь что-то дорого на дороговатом ну потому что заправок нет вот смотрите там знак за траком даже лошади дикие могут быть да в Аризоне могут между прочим быть лошади дикие еще вдобавок представляете вы едете а они вот это вдоль дороги все бегают ходят перебегают это жесть конечно меня вчера этот LED бар очень выручил очень выручил так ну все народ давайте пока мне будет солнышко у нас вставать я буду ехать сейчас что-нибудь придумаю где-нибудь куплю какого-нибудь кофейка чтобы проснуться потому что поспал часика шесть маловато конечно маловато поэтому двигаемся по этой красоте так так друзья проезжаем площадочка такая это проверка тормозов впереди у нас вот такой вот серпантин еще смотрите какая красотень так вот такая вот здесь красотень сейчас будет жесткий участок для тракистов ой ключики мои выпали здесь течет речуха внизу мы пока мы идем на спуск туда сейчас будем вот вот это ущелье прям самое дно спускаться а потом будем подниматься вот оно друзья ущелье начинается видите смотрите как высоко я не знаю сколько здесь высота обалдеть солнышко встало смотрите какая красота сейчас я двери прикрою обалдеть красиво просто красота обожаю такие места глянька там и дна не видно кайф ветрено едем дальше двигаемся дальше на спуск друзья спускаемся спускаемся вот так постепенно вон дорога идет я вижу далеко по горе красота обалдеть люблю райзону вот за эти места обожаю просто красоте сюда с большим весом ехать нельзя у меня сейчас где-то тонна 300 тонна 200 небольшой вес на на половину мы практически загружены можно сказать скалы какие здесь разные вот эти камушки могут между прочим падать я видел когда-то о вот в этом здесь это жестко какой-то местный 100% умный сюда не поедет вон дорога идет вон серпантинчик идет наверх там внизу речуха сейчас мы к ней доберемся не буду на каждом этом останавливаться в этой кейс сейчас там внизу остановлюсь то времени не так много но хочется вам заснять обалденно красиво обалденно так ну что путешествие барбоса в заповеднике тонто там вот у нас между гор двух встает солнышко там две горы очень классно очень красиво здесь вот такие ступенечки сделали просто красавчики и шумит у нас водичка обрисовывали вот люди посмотрите на эту красоту народ это просто просто не передать словами красиво на камеру так не передается это просто песня посмотрите там пороги какие вау какая речка называется солт соленая речка находится в заповеднике тонто где-то приблизительно миль двести наверное километров там 350 от гран каньона знаменитого в Аризоне она бывает шире видите аж сюда бывает течет когда снег тает она намного больше ну не намного но больше вон наш король дорог стоит там наверху классно они сделали вот это только что поразрисовывали некрасиво сейчас мы будем ехать через вот вот там спустимся еще там еще пару поворотов это зона отдыха внизу вот можно прям по ней спуститься вон к воде я вижу есть какая-то канатная дорога что это непонятно в общем можно спуститься прям вон туда но мы не пойдем туда потому что это очень много времени у меня есть там минут 40 в запасе поэтому я решил заснять такую красоту и потом мы сейчас после того мостика пойдем на подъем вот пойдем вот здесь вот повернем налево вот огибает гору по горе вот сразу же мы идем наверх опять огибаем вот тот бугорок и опять поднимаемся вон сюда наверх потом огибаем и вон вон такая ступенька у нас получается вот эта самая крайняя точная точка сейчас мы вот этим серпантином туда будем подниматься там будет вообще вид наверху там самая высокая точка этого заповедника по моему если я не ошибаюсь обалдеть красиво ну поехали дальше вот мы проехали через мостик эти там ущелья вот мы спустились только что были там наверху с вами есть вот зона отдыха но не будем здесь уже останавливаться и пошли мы на подъем все спуск закончился вон там где я стоял вон перила так идем с вами на подъем барбосик справляется все хорошо не разгоняйся особо видите какие повороты здесь на траках ездят это конечно жестяк я остановился у меня даже колодками немного пахнет а не то что на траке значит 100 километров это где-то приблизительно спуск 100 километров уже и подъем будет приблизительно но здесь бывает еще снег эта трасса бывает закрыта я точно знаю потому что когда-то зимой я сюда хотел поехать и было закрыто у меня было время уклончик такой хороший очень хороший красота народ обожаю эти виды обожаю ездить здесь вот так у нас есть линия для обгона даже ну да если на траке здесь ехать на грузовичке представляете да как здесь тяжело ему емое я даже на своем еду слышу ну нормально нормально все справляется разгоняется 2500 веса у нас приблизительно в кузове спокойно если нажать разгоняется переключается не хочет переключаться подъем потому что трансмиссия чувствует о переключился когда не надо ну и вот смотрите снизу набирает набирает я сильно не давлю потому что повороты такие у меня там груз такой на колесиках этот на вегас ящик чтобы он не улетел ну такие есть поворотики ух бум солнышко в глаза ничего не вижу класс спокойно смотрите нажимаю вот вам EV6 четверка такого не выдаст никогда в жизни вот снизу смотрите 1900 7 или 9 процентный тут уклон давайте придавим чуть-чуть оп пошел 2200 оборотов если бы не вот эти повороты то конечно было бы лучше но чем-то надо жертвовать видите сеточку понатягивали чтоб камни не падали здесь тоже есть смотровая площадочка вон мы ползем вон там мы ехали внизу вон я вижу машинка пошла только что проезжала это мы где-то на втором слое который я вам показывал сейчас еще третий будет это еще не верх так что я здесь ездил с весом о вот это волмарту не повезло траку ползем ползем друзья вверх еще е-мое гляньте здесь какой грунт только не существует и песочек и щебеночка какая-то мелкие гравии и большие камни обалденно так я вот ехал здесь с весом как там по-моему 3500 паундов это где-то тонна 800 тонна 700 как-то я здесь бывал так нормально чувствует он себя едет свободно набирает на подъем переключается я сейчас играю с педалькой можно его на круиз конечно поставить но не поставишь здесь как его поставить если поворот спуск поворот спуск точнее подъем сейчас подъем у нас все поднимаемся наверх еще наверное майлов не знаю километров 20 точно еще если не больше ну потом чуть-чуть будет опять спуск хребет этот перейдем горный все поднялся на самый верх уже пошел немножко уклончик вниз и нам еще через этот заповедник приблизительно 150 километров вот такой дороги ехать очень классно очень о смотрите здесь какой-то был ресторан или что-то было тоже сгорело все здесь очень часто пожары лесные бывают здесь жарко летом до 40 доходит по цельсию здесь в основном коренные индейцы там жили даже указатель был они уже там не живут уже там ничего не осталось такие у них вагончики здесь знаете такие маленькие какие-то деревянные домики но дорога и вид конечно на 5 с плюсом очень красиво о гляньте меня даже еще и обгоняют я вроде бы еду немедленно это местные здесь дедуганы fresh oil новая дорога что ли мама мне пишет куда ты сына заехал а сына едет смотрит достопримечательности Америки в очередной раз по этой дороге обожаю эту дорогу она меня видит через приложение так же как и супруга и сидят за мной смотрят где меня вот это носит а я как всегда люблю какие-то приключения ну вчера конечно взяли перекрыли трассу вчера где-то около 70-80 миль то есть где-то 150 километров пробка была из-за того что они мост делали ну хотя бы оставили там я не знаю полосу одну как-то или как не знаю как-то продумали но пробка была космическая еще ползем вверх народ чуть-чуть вроде бы было вниз спустились о барбосик перекинул передачку смотрите как легко разгоняется смотрите 3000 оборотов 62 63 давайте перекинем ему не хочет перекидать чувствует под горку вес очень умная машина очень но я в принудительную могу кинуть конечно о перекинул у меня аж лепестки есть могу могу так скоро у нас топливо закончится что у нас там 120 миль до феникса это порядка 200 километров почти а у меня топливо на 200 ой 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 что-то я с этим прогадал немножко ну ладно это все равно сейчас закончится там перед фениксом начнется такой ой перекинул видите сразу на подгорку очень правильно переключает и очень хорошо едет полмиллиона пробега со средним весом мы вытягиваем наверх идеально вот он указатель Тонто National Forest Тонто национальный заповедник все уже пошел 65 спидлимит уже мы выехали с этого серпантина двигаемся теперь по более менее ровной дороге вот такой вот как вы видите сейчас до самого феникса сейчас еще эту гору перейду и там давайте здесь уже круизик кинем гору перейду и там уже будет феникс можно сказать начало его все двигаемся дальше выгружаемся и едем на Лас-Вегас тоже очень красивой дорогой немножко пообедаем отдохнем у нас времени куча сегодня 300 миль буквально проехать это 5 часов времени но тоже через заповедники поэтому поеду по светлому потому что вчера уже вечером у меня уже глаза на лоб вылазили высматривать этих животных конечно меня свет мой очень спасает очень спасает вот таких вот местах всем рекомендую поставить LED-бар на трассе его не использовать а вот использовать вот таких вот местах где машин нет и можно его включить и себя обезопасить и свою автомобиля смотрите здесь даже указатель дикие коровы видите между прочим видал я здесь есть медведи олени большие притом я вчера олени встречал у них рога я уверен выше моей двери то есть настолько большие олени такие красавцы прямо очень красивые олени вживую их конечно когда видно вечером очень классно потом есть кролики есть всякие еноты есть лошади дикие и есть коровы здесь дикие так что-то я тут разогнался давайте немножко движком тормознем поворотик все друзья двигаемся дальше здесь уже не так интересно но все равно красиво здесь везде красиво здесь можно снимать часами поэтому не могу пленка у меня ограничена для записи все поехали строят новый мостик тут видите народ классненько классненько скалы они пообрезали о смотрите красавчик высокий высокий продолжаю двигаться заехал купил кофейка наконец-то а то уже глаза на лоб вылазят вроде бы и поспал более-менее и проснулся без будильничка но что-то не то что-то не то народ вон там карьер не знаю не видно вам я думаю с правой стороны когда-то я на него доставку делал из Флориды ну а коллега попер наш человек видно прям вот с правой стороны получается за этим большой большой карьер вот туда я ездил возил какое-то оборудование с Флоридой где я уже только не был уже везде был классные здесь виды вот днем животных нету вот лучше бы они были днем их можно заснять можно сфоткать понимаете посмотреть ну есть они но надо съехаться от дороги а вечером такое впечатление что их маслом тут намазано на дороге вот все здесь все здесь почему они вечером выходят на дорогу объясните что на дороге такого асфальт теплый что ли нет на улице вчера до минус 3 доходила температура красотень народ красотень обожаю здесь есть двигаемся уже недалеко сейчас этот хребет перейду и будет уже феникс у нас как на ладонью посреди пустыни красотища какая когда-то с женой здесь были красота сейчас туннельчик где-то здесь а вот он я ее уже наизусть эту дорогу знаю уже выучено сейчас за туннельчиком будет городок по-моему маленький кайф Квин Грик королевский греческий туннель что ли не успел прочитать полностью надо еще один мостик у нас слева красота для трака прямо рампа если тормоза отказали ох ох ничего себе что у меня так аж вибрация прям пошла на горном тормозе точнее не горном тормозе по привычке строка этот тормоз двигателя что-то прям аж вибрация и пошла вот он мостик красавчик тоже высокий мост слушайте но нет внизу ничего или есть должна быть речуха по-моему нет нет ничего пешеходная какая-то зона солнышко так из-за гор выходит красиво классно народ кайфую еду еду кайфую обожаю здесь ездить особенно когда есть время сейчас выгрузимся поедем дальше кайфовать все друзья закончилось горная местность пошла чисто пустыня с кактусиками вот с правой стороны попадаются торчат вот видите там есть вот вдалеке горы еще попадаются но в основном здесь уже пошла чисто поле феникс как на ладони классненько классненько осталось мне тут 50 км грубо говоря и мы на месте уже на разбрузочке все вовремя все успевают все красиво о какой кактусик слева так что у нас этот чувак ехает не ехает реднеки тут колбой в шляпе о мерседес какой его наверное обгоним красота здесь красота дедушка какой-то в шляпке едет колбой аризона колбой все дела в шляпке Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такая вот картинка за окном у нас Какие-то кусты растут в песке Можно сказать Такая песчаная земля Еду не спеша Куча времени Взял я груз уже на завтра Поедем мы с вами На Флориду На город Пампана Бич Если все нормально Ничего не изменится Ничего не отменится Ох как Ямка была Прям Поэтому Двигаемся Постепенно Ехать недалеко Мне 200 миль Это Порядка Сколько-сколько 320 километров Осталось Время у меня Час дня Блин Что-то они тут Прям подушатали Эту дорогу Туристы Вот это Интересный ход А линия-то Заканчивается Куда оно Вот это Прется Не вытянул Кактусики растут Такие вот Видите Кучаявые И вот Тоже Немножко Грязное стекло Народ Ну простите Гляньте Сколько их тут Таких Кактусов Интересных По-моему Дальше Доеду Будут Вот эти Высокие Но если будут Останавливаюсь Обязательно Засниму А так Вот Такая вот Дорожка Красивенькая Красивенькая Я балдею От таких Пейзажей Очень Нравится Мне Ну Оживленная Дорога Смотрите Сколько Машин Эта Дорога Соединяет Феникс И историческую Дорогу 66 Ну естественно Здесь Как бы Достопримечательности Немного Но Здесь много Людей Вот Которые Живут Здесь Аризона Калифорния Они приезжают Сюда Берут Квадроциклы И ездят Блин Что-то Вообще Прям Какая-то Швы Какие-то На дороге И они Уезжают На квадриках Вон Туда Покататься Переночевать Где-то Затусить Там В горах В этом В пустыне Блин Ну прям Так Бьет Слушайте Вот Конченые Выставляют Груз Ой Ладно Не буду Про эту Компанию Не хочу 600 миль До пикапа Зачем Такой Выставлять Ну Те Кто смотрят Меня с Америки Я думаю Не поняли Кто это Выставил Не буду Повторяться Не об этом Сегодня Гляньте Сколько Этих Деревьев Зачем Выставлять Тысяча Километров До пикапа Типа Машин Ближе Нет Гляньте Какая Красота Ай 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 Просто Бомба Просто Бомба Народ Кайфую Честно Вам Признаюсь Вот Чем Мне нравится С другой Стороны Эта работа Каждую Ночь Спишь Кушаешь Спокойно Сегодня Отобедал Сходил Кафешечку Отобедал Все Красиво Сейчас Еду Не спеша Наслаждаюсь Вот Видами Что-то Дорога Только Какая-то Дыц 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 Ну что Это за Дорога Какие-то Стыки Они Вроде Не было Здесь Такого Я же Ездил Здесь Не помню Чтоб Здесь Такое Было Гляньте Какие Ай Какие Деревья Красивые Только В Аризоне Такое Можно Увидеть Олупенит Да Я думаю Вам Слышно У меня Аж Бардачок Подпрыгивает Стыки На Дорогах Вот эти Вот Трещинки Которые Видите Смолой Залиты Какие-то Они Не залиты Гляньте Какая Красота О Неспокойный Ну Мы Не спешим Нарушает Чувак Между прочим С Коммерческими Правами Невада Куда-то Он спешит Немножко Наверное У него Локбук Поджимает У нас Ничего Не поджимает Мы Едем Себе Спокойно Так Ну Будем Двигаться Дальше Что-то Будет Интереснее Вернусь К вам Ай Красота Народ Сейчас Вон Мостик Сейчас Мы К нему Доедем Далеко Далеко А Как Тосик Блин Как же Здесь Красиво Просто Не Передаваем Прям Хочется Съехать Куда-то С трассы Но У меня К сожалению Неполный Привод Стремненько Хотя Ничего Не будет Я думаю Если По ровной Песчаной Такой Дороги Красиво Красиво Двигаемся Дальше Народ Просто Кайфую Еду Опять В очередной Раз Вам Говорю Это Класс Вон Мостик Сейчас Мы До него Доберемся Какая Селища Природа Красота Какая Вот Он И Мостик Наш Ох Ничего себе Ущелье Какое Обалдеть Жаль Что Здесь Нельзя Остановиться Ну Что Сделаешь Очередной Мостик Ох Какой Бетонный Беленький Нет Ну Речухи Нету Нигде Я Я Что-то Думал Что Здесь Речуха Будет А Нету Речухи Тулем 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 Народ Так Ну что Вышел на Сороковую Трассу Доехал Практически До Городка Кингман Называется Всегда У меня Ассоциация Этого Городка С Фильмом Кинсман Кто Смотрел Да Может Знает Этот Фильм Сейчас Заскочу На Лавсик Трак Стапчик Сбегаю В душик Небольшая Там Очередь Я смотрел Но Выбора У меня Нет Там Дальше Нет У меня Лавса А я Хочу В лавс В душик Поэтому Придется Сходить Туда Подождать Немножко И поедем Дальше С вами Смотреть На горы Дальше На Неваду У нас Горы 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 Видите Вон дальше Так Ну че Идем В шауэр В душе Гляньте Какой домяр Три моста Три оси Надо ему Выкрутиться Туда Не может Подъехать А Какой Гляньте Большой Ё-моё Так Недолго Мы ждали Народ Смотрите Какой Замечательный Душ Всем привет Что Вот такой Вот Душик Как везде Я уже Покажу На лавсиках Две Насадочки И все Раковина Такая вот Душевая Мини кабинка Можно сказать Как бы Совсем не мини Ну Хорошая Все Народ Принимаю Принимаю Душ Выдвигаемся Стоит Король Мой Ждет Хозяина Чистенький Как всегда Стараюсь Чтоб не был Грязный Не люблю Здесь движня Гляньте какой А знаете Почему Это последняя Последняя Тракстал Перед Калифорнией Здесь топливо 404 Дизель И 350 Бензин А дальше Будет По Пять с копейками То есть На доллар Полтора Больше Здесь такое Движение Видите Ну Да ладно Так Мухи Разлетаемся У меня В салоне Чистенько Сейчас Закинем Надо Мусор Выкинуть И Я теперь Народ Вот так Вот Езжу Здесь Разуваюсь Потому что Здесь Легко Помыть Закрываем А здесь Езжу Босяком Потому что Коврики Новые Чистенькие Не хочу Вымазывать Все Заводимся И выезжаем Так Ну что Народ Вот вам Видос Такой Из Горы Невады На Вот Наша Речка Колорадо Знаменитая В Америке Которая Протекает Очень Далеко Там Есть Пляж Внизу Много Людей Туда Спускается Поплывать На лодочках На всякой Водной Технике Вид Конечно Здесь Впечатляющий Горы Вода Вижу Там На лодке Кто-то Плавает Очень Классно Красотища Неописуемая Между прочим Вот стою Против солнца Не так уж И жарко Я думаю Вечером Будет Довольно Прохладно Очень Красиво Дорога Идет С той Стороны Это Калифорнийский Кребет Вот этот Весь Вот эти Горы Там За этими Горами Грубо говоря Калифорния Чуть Чуть Туда Дальше Конечно Не сразу За этой Там Есть еще Одна Дорога Очень Красивая Через Зону 51 Когда-то Я по ней Ездил Как-то Проедемся Если Возьмем Какой-то Груз Она Идет От Вегаса И туда Вверх Калифорния Ух Какой К шестой Пошел Хорошенький Такая Вот Красота Люди Многие Заезжают Смотрят Смотрите Сколько Домов На колесиках Здесь Очень Популярные Очень Классное Место Буквально 35 Миль От Лас Вегаса Можно Туда Спуститься Там Есть Внизу Еще Раз Говорю Пляж Очень Классное Место Ну Все Народ А мы С Барбосиком Продолжаем Двигаться Дальше Осталось Ехать Недалеко Думал Здесь Остановиться Но Здесь Нет Интернета За этой Горой Закрывает Интернета Нет Практически А мне Надо Интернет Вечером Что-то Посмотреть Все Народ Выдвигаемся Дальше Так Ну что Последние Последние Мили Уже Перед Лас-Вегасом И вот И вот Она Наша Дамбочка Гувера Знаменитая Дамба Гувера Которая Снимали Которую Которую Снимали В фильме Трансформеры Это мостик Сейчас будет Перед ней Еще И вон там Вон где Вот Вышки стоят Там Дамба Ее конечно Не видно Я не знаю Народ Она уже Закрыта Я смотрел Но Красота Конечно Здесь Ух Неописуемая Она у нас Будет С правой Стороны Плоти На этом Сейчас Хочу Заехать На Смотровую Не знаю Получится Не получится Сразу За ней Не на Дамбу Саму А там Есть Смотровая На Озеро Прямо За этой Горой Она Красиво Здесь Очень Всем Рекомендую Кто В Америке Бывает Или Побывал Или Будет Обязательно Посетить Такие Достопримечательности Вот Она Начинается Видите Здесь Не останавливаться На мосту Написано Ну И вот Здесь У нас Дамба Вон Там Она Не Не Видно Ее Там Солнышко Садится Вот Люди Ходят Ходят Не знаю Но я Смотрел Там До Какого-то Времени Пускают Не знаю Не знаю Сейчас попробуем Заехать Там Есть Вид Смотровой Площадка Площадка Типа Попробуем Туда Сгонять Ох Как Солнышко За горой Неприятно Сейчас попробуем Народ Заскочить Конечно Не знаю Куда-то Заехал Двигаясь В сторону Дамбы Без понятия Я тут Ни разу Не был Ладно Сейчас Куда-то Еду Не знаю Куда-то Куда-то Еду Красота Здесь Так Ну что Еще Одна Достопримечательность Озеро Которое Течет Через Эту Дамбу Вот Такой Вот Вид Внизу Бухта Видите Для Котеров А здесь Высота Не знаю Даже Какая Вот История Как Строили Дамбу 726 Футов Высота Не знаю Сколько Это Метров Надо Перевести Вот Рабочий Видите Как Копали Очень Интересно Озеро Сколько Туристов Видите Как Давно Это Была Уже Бухта Для Корабликов Самолетик Садится Вегас Вот Они Тоже Копали Здесь Рыли Очень Прикольно Классно Классный Вид На Байдарках Полавает На этих Как они Называются Я не знаю Каноэ Или как Они Называются Там Сидит Человек По 5 По 6 Вид Конечно Потрясающе Особенно На Заходе Солнца Солнце Когда Садится Вообще Красота Знаю Народ Ну там Есть Въезд На эту Дамбу Ну Я не знаю Он открытый Не открытый Платный Он Бесплатный Давайте Попробуем Заехать Если Заедем То Будет Супер Так Друзья Ну мы Заехали Едем Смотреть На Дамбу Так Друзья Предстоит Подняться По этой Лестнице Хочется Очень Успеть Чтобы Не Потемнело Чтобы Вам Заснять Сделать Пару Фоточек А Лестничка Такая Нормальная Вам Скажи Бросил Своего Барбосика К сожалению Он Сюда Попасть Не Можен Так О Есть Сократить Есть Можно Вариант Это Хорошо Фитнес Нам Не Помешает Двигаемся Фух Нормально Так По ступенечкам После Того Как Посидишь Видос Какой Так Тут Куда Ити Интересно Здесь Как Сделано Кто Устал Может Сесть Передохнуть Так Ну Здесь Всякая Предыстория Читать Не Будем Иначе Потемнеет Идем На Саму Дамбу Здесь Спрыгнем Опа Главное Чтобы Камушек Никакой На голову Не упал Вот Она Дамба Наша Прям Вдоль Трассы Вот Видите Начинается Невада За ней Сразу Народ Смотрите Какая Высота Ух А Вот Какой Видос Смотрите Красота Какая Вау Народ Вот Это Сила Никогда Здесь Не Был Сколько Раз Пытался Заехать Но Всегда Не Было Времени Вот С вами И Заехал Вон Она Красавица Как Мостик Красавцы Чуть Стремненькая Конечно О Через Нее Можно Проехать Народ Через Нее Можно Проехать И С той Стороны Выехать Не Ну Мы Конечно Проедем Что Мы С Барбосиком Не Попутешествуем По Знаменитой Дамбе Еще Желание Загадаем Даже Я так Удачно Заехал Слушайте Вообще Людей Нет Посмотрите Сейчас Мы Дойдем Прям До Середины Будет Вообще Бомба Гляньте Какая Она Большая Не Ну Ограждение Тут Серьезное Такое По плечи Почти Мне Ну Что Народ Посмотрите На эту Мощь Вы Просто Посмотрите На эту Мощь Здесь Так Высоко Что Машина Внизу Вот Стоят Они Как Точечки Я Боюсь Высоты Конечно Честно Признаюсь Ну Блин Вид Конечно Обалдеть Это Просто Фантастика Какая Она Большая Народ Она Просто Мощь Да Помните Как Здесь Трансформер Типа Туда Залетал Вот Из Фильма И Там Типа Все Внутри Происходило Слушайте Поручень Аж Дребежит Ё-моё У меня Аж Рука Дребежит Когда Трак Проезжает Смотрите Как Дорога Идет Супер Класс Это Просто Стоило Того Сейчас С вами Я Так Понимаю Вот Сюда Спустимся Вот Сюда Вот И Проедемся Через Дамбу Вон Туда На Вот Ту Площадку Пока Не Стемнело И Посмотрим Еще С той Стороны Надо Посмотреть Все Смотрите Самолетик Летит Да ладно Тут Самолетик Что мы Самолетиков Не видели Вот Это Вот Красота Вот Это Заради Чего Нужно Посетить Соединенные Штаты Америки Это Одна Из Достопримечательностей Вау Я В восторге Народ Сколько Раз Здесь Ездил Триста Раз Никогда Сюда Не Заезжал Всегда Некогда Или Еще Что-то Или Еще Что-то Там Водичка Бурлит Конкретно Я вам Скажу Обалденно Обалденно О Смотрите Как Идут Чуть Чуть Очку И Потому Мост Трясется Просто Жесть Народ Мост Играет Конкретно Гляньте Высота Е-мое Тут Очень Много Метров Очень Много Так Ну все Держим Путь Назад Вон Самолетик Полетел Не знаю Видно Не Видно Двигаемся В сторону Машины Всякая История Электростанция Не Ну Вид Конечно Ух Кешуня Пошел Как красиво Красавчик Да Впечатляет Жена Будет Очень Недовольна Что Я сюда Приехал Один Она Она обожает Такие места Очень Очень Шумно Народ Возле Дороги Сейчас Мы С вами Находимся Еще В Аризоне Доходим До Вот Того Вон Синего Знака И Мы С вами Попадаем Куда Правильно В Неваду А в Неваде У нас Что Лас-Вегас А в Лас-Вегасе Что Казино В казино Мы не идем Мы Люди Не азартные Смотрите Какая Черная Гора Какая-то Коричневая Темная Очень Шумно Конечно Но Вид Обалденный Посмотрите Еще разочек Сверху Вот За что Я люблю Такую Работу На спринтере На траке Сюда Не заедть Не На трак На траке Между прочим Сюда Тоже Можно Заехать Ребята Тракисты Кто Ездит Заезжайте В такие Места Если у вас Есть Конечно На это Время Не Не Пожалеете Семи Траки Тоже Сюда Пускают Всех Пускают Так что Добро Пожаловать Смотрите Как Хорошо Я заехал Практически Один Еще Эти Ребята Которые Только Что Проходили Вот Рядом С С Ними И все Больше Никого Нет Вообще Здесь Обычно Народа Просто Немерено Так Зарядочка Опять Смотрите Как Вовремя Уже Закрыли Видите Я в Последнюю Минуту Заскочил Я же вам Говорил Что Я заехал В Последнюю Минуту Успел Народ Успел Все Для Вас Так Медленно Двигаемся Кнись Скоростной Режим 15 Миль В Час 25 Км Час Быстрее Нельзя Полиция Ездит Все Контролирует Вот Она Наша Родимая Вот Она О Смотрите Какие Здесь Тросики Тросики Тут Натянуты Народ Интересно Что Они Держат Гляньте Какой Мост Красавчик Какой Рук Не Хватает Народ Надо И на Телефон Хочется Заснять И на Камеру Гляньте Какая Высота Е Мое Серьезное Серьезное Сооружение Гляньте Обалденно Когда Ты Успеваешь Все Народ И вам Снять И Зафоткать И все Надо Все Успевать Гляньте Какая Красота Скоро Здесь Закрывается Все Скоро Закрывается Ну вот Она Родимая Но Мы Должны По ней Проехать И Загадать Желание Всех Кто хочет В Америку Загадываем Желание Слушайте Эти Троса Они Что-то Вон С Это С Пещеры Достают Это Вообще Такой Объект Военный Типа Стратегический Во Памятник Видите Строителям Блин Классно Здесь Конечно Ой-ой-ой Ой-ой-ой Жене Надо хоть Фотографии Отправить Здесь Тоже Можно Походить Смотрите Есть Лифты Как-то Можно Спуститься Какие-то Есть Ну вот Мы На нее Заезжаем О Там Что-то Рассказывают Гляньте Народ Сори Что я Вставляю Телефон Свой Но я Хочу Все Сделать Одновременно Потому что Второго Варианта Не Будет Он Будет Но Когда-то В 1931 Году Все Это Дело Смотрите Здесь Тоже Можно Походить Как-то Можно Спуститься А Ну это Они Вон Оттуда Идут Сейчас Мы Тоже Это Сделаем Наверное Невада Тайм Стоит Время Ну все Вот Мы Едем По Дамбочке Уже Я Очень Внимание Привлекаю На своем Автомобиле Смотрите Какая Красота Обалденно Народ Знают Что Длинное Видео Получится Но По-другому Никак Гляньте Какая Вот Тут Они Летали Помните Да Трансформеры Сейчас Будем Кино Смотреть Мне Теперь Интересно Вспомнить Народ Гуляет Классное Место Погулять Особенно С Вегаса Приехать Бесплатно Бесплатно Самое Главное Что Бесплатно Ну все Закончилось Дамбо Едем На Вон Блин Ну это Аж Оттуда Идти На Парковки Ладно Сейчас Пройдемся Посмотрите Какой Закат Красивый Вон Там Я На Мосту Был Такая Тишина Вообще Такой Кайф Давайте С другой Стороны Посмотрим А Это С этой С этой Стороны Они Да Солетали Трансфор Блин Не Помню На Фильм Посмотрит Народ Ну Здесь Водичка Поближе Уже Пониже Здесь Мне Уже Не Страшно Красота Надо Спуститься Народ А наверху Вон Кто С Очень Хорошим Зрением Стоит Полицай И За всем Наблюдает Опасная Ария Видите Написано Местность Блин Ну Это Далеко Эти Ну Не Пойдем Пойдем До Темноты Будем Ходить Пока Не Стемнеет Чтоб Вам Все Заснять Народ Смотрите Какой Шлюз Сбрасывающий Проверяют Иногда Камушки Лежат Ух Какое Там Утверстие Ну Этот Вид Стоит Того Я думаю Народ Вам На Закате Дня Попасть На Дамбу Вау Блин Она Высокая Народ Посмотрите На Этот Вид Это Просто Сказка Идем На Середину Так Ну Что Народ Уже Стемнело Практически Уже В темноте Я вам Показываю Эту Дамбу Стою Прям На Краю Вид Конечно Впечатляющий Да Иногда Воду Сбрасывают Слушайте Я прям Вижу Потеки Уже Потемнело Снимать Уже Нечего Вот Такой Вам Темненький Вид Уже Дамбы Водичка Течет Народ Уже Уезжает Вот Эти Знаменитые Как их Назвать Часовые Какие Такая Вот Красота Народ Камера Уже Не передает Уже Темно Стало Практически На улице Поэтому Будем Заканчивать Видео Так Ну что Народ Пора Заканчивать Это Видео Уже Стемнело Уже Люди Расходятся Надо Уезжать Потому Что Там Написано Что До Темноты Полной Ты должен Освободить Это Место Потому Что Это Секретный Объект Все Таки Полиция На Страже Поэтому Последний Вам Буду Дальше Для вас Снимать Пока Осталось Мне ехать 20 Км Буквально По Несколько Миль Сейчас Найду Где Мне Остановиться Отдыхать О В темноту Так Вас Завел И Увидимся В следующих Видео Народ Все Темно Последний Вам кадр И Всем Спасибо